Добрый день, в эфир Радио Нарва, у нас в гостях Михаил Стальнухин. Добрый день. Новости хорошие все равно есть у нас. Да, есть. У нас наступила весна по календарю. Да, и даже по нам немножко заметно есть такое. А у вас, помимо календаря, есть ли новости какие-то? Да, есть хорошая новость, но тут зависит от отношения. Вот мне она кажется хорошей новостью, вам может, например, не понравится. Поделитесь. Помните, мы с вами как-то обсуждали и решили, что это недостойно обсуждения на радио, новость о том, что там в правительстве зреют мысли о том, чтобы попытаться вовлечь население в экономический процесс более широко. То есть выпустить облигации, ну и предложить их народу, для того, чтобы получить доступ, ну, это не я придумал, это говорят наши экономисты, и они утверждают, что население Эстонии, это от младенцев до 70-летней женщины, живущие на народную пенсию где-нибудь в общежитии, вот в среднем, вот на этот миллион 300, приходится по примерно 8 тысяч евро на банковских счетах. То есть суммарно это 10 миллиардов. Прилично. Вот, и тут, слушайте, это же странно. Это же половина бюджета республики, если я не ошибаюсь. То есть это больше, чем половина бюджета. Тут, понимаете ли, мы тут волосы рвем, пытаясь найти вот эту вот идею, как недостающие полтора миллиарда добыть. А что их добывать? Вон они лежат. Облигации, да? Причем вот в таком вот количестве. Значит, ну, мы тогда сочли, когда вот это обсудили, что это недостойно, и, господи, народ-то не дурак, и если кто-то после всего, что они натворили, поверит в то, что вот сейчас надо отдать свои деньги, получить какие-то бумажки, а пройдет 20 лет и вам с такими процентами вернут. Ну, слушайте, вот, это несерьезно. В общем, по-моему, больше шансов новичку прийти даже на бега. Михаил, вопрос сразу. Новость-то хорошая какая? Сейчас мы подбираемся. Вот, значит, ну, я так прикинул, что вроде как, ну, не стоит об этом говорить, ну, что там говорить, господи, очередная глупость. И тут на днях я читаю про визит министра экономики Франции. Франции, не Эстонии, не Литвы, не Латвии. Франции, министр экономики. Вот, и во время иностранного визита, где слова таких министров слушают очень внимательно, он вдруг сказал, в Бельгии прибывая, сказал, а чего мы сидим как дураки? У нас население 400, сколько там, 60 миллионов человек, ну, примерно, вот, держит в банках 35 триллионов. Значит, ну, слушайте, ну, недопустимо, эти деньги должны работать. Почему они у вас просто где-то лежат и, ну, день ото дня усыхают? Давайте их примем. И тут до меня дошло, что они созрели. Они созрели. То есть, помните, когда-то давным-давно, лет 10 назад, как все удивились, когда на Кипре изъяли... Да, был банковский кризис на Кипре, и пенсионные деньги были изъяты. Так нет, они у россиян изъяли. Ну, там несколько было. Там были офшорные счета какие-то, да, и они просто, ну, не полностью, по-моему, половину. Я не помню. Ну, серьезные суммы. Да, деньги были большие. Взяли, отобрали, и все. И, наверное, после этого сидели под веником и ждали. А что после этого будет? Типа, они же у российских этих самых отобрали, а вдруг тут пришлют какого-нибудь этого дымящего Кутузова там, или ракеты. Совершенно не понимаю, что в России на это только, ну, ржачий был. То есть вас же предупреждали, не везите деньги за границу. Вам же сказали об этом за 10 лет до этого. Вот. Прошло. Нормально прошло. Без последствий. И кто-то, в общем-то, получил деньги, необходимые для развития, для поддержания штанов и все такое. Вот. В последние годы, что мы наблюдаем, вот страна размещает свои деньги в какие-то инвестиционные фирмы, под какие-то проценты. То есть ведет нормальную экономическую деятельность, как любая другая страна в мире. А вы берете, арестовываете, сколько там, я не помню, 300 миллиардов, 350 миллиардов. А потом ваша главная забота, это найти законный способ эти деньги присвоить. Вы какое к тебе имеете отношение? Я к ним вообще никакого отношения не имею, поэтому у меня никаких позывов вот оттуда чего-то оторвать вообще не возникает. Ну ладно, деньги, которые незаконным путем, вот через Эстонию в свое время тут такой трафик был, через расположенные в Эстонии шведские банки, шведские и немецкие, вот гигантские миллиарды уходили из России куда-то за пределы. Вот, значит, хорошо, это незаконные операции, там само собой все конфискуют, а это-то что такое? И вот, посмотрев на реакцию, на то, что происходит в мире, они поняли, что уже терять нечего, и вдруг увидели вот эти 35 триллионов. Ужас, какие большие деньги. Вы понимаете, что теперь необходимость в войне в любой следующий день отпадает? То есть до сих пор вы сидели на краю пропасти, и непонятно было, то ли вот эти вот крестьяне на тракторах тебя столкнули туда в пропасть, то ли ты что-нибудь придумаешь, и этот трактор умудришься туда столкнуть. Вот, это я про ситуацию во Франции, где... Да, по всей Европе. Ну, во Франции больше всего картинок как-то выставляется. Вот. И казалось, что из такой ситуации, когда уже полная задница везде, выход только один, надо срочно вступить в какую-нибудь драку. Мы где-нибудь в сторонке постоим, посмотрим, как вы деретесь. Вот. А потом выжившим объясним, что, слушайте, а война-то обнулила массу долгов. Совсем по-другому сейчас заживем. Эти, которые тут напряжали, они все на полях сражений погибли. В общем, давайте снова. В который раз уже за 200 лет это получается раз, два, три, четыре. А, давайте. Дело привычное. В четвертый раз будем поднимать Европу. Ушла необходимость войны. По крайней мере, она отодвинулась. Вы именно в этом видите... Это плюс. Обалденный. Сейчас они... Не бывает такого, чтобы люди уровня, министра экономики Франции, что-то говорили просто так. Он не той национальности, не из той страны. Когда он что-то говорит, это уже за этим стоит очень многое. И вот сейчас просто намекнули, сейчас проверят вот эту вот реакцию. Значит, вот большинство, вот такие вот мелкие страны, да, они с радостью на это пойдут, между прочим. Почему? Потому что у нас средний счет 8 тысяч. евро на человека в среднем. А если посчитать вот эти 35 триллионов на 460 миллионов населения, там, грубо говоря, я не хочу никого мучать цифрами, но там в 10 раз больше, 80 тысяч. Это с учетом того, что в эти 460 миллионов уже входят вот эти вот маленькие страны, у которых заведомо маленькие счета у граждан. Так, конечно, кого надо грабить? Так богатых. Нас тоже, нам тоже не сладко придется, но с них-то сливки снимут, а мы на этом тоже как-нибудь наживемся. Вот, то есть, мне кажется, уже они приступили, и он предупредил, француз, вежливый, может быть, аристократ, он вежливо всех предупредил. Вот эти вот счета вот у вас здесь, вот, ну, они как бы неделимые и лично ваши. Ну, понимаете, ситуация такая, что мне сейчас все равно, чьи это счета, мне деньги нужны. Вот, значит, ляпнув такое, он, разумеется, мгновенно вызвал отток денег. Я думаю, что первое, что начнется, это переводы. Кто-то в Азию, кто-то в Соединенные Штаты, но большинство не прочухается, большинство так и останется в полном невидении, вплоть до того, как Совет Европы, там, Европейская комиссия, когда они устами дипломированного, кто она у нас там, она же какой-то доктор, да? Да, пусть будет доктор. Вот, пусть будет доктор, да. Вот, сообщит, что вот такая вот необходимость назрела, и нам надо, вы уж извините, немножко вас ограбить. Но это пойдет на очень хорошее дело, вы даже не сомневайтесь. Вот как в прошлый раз мы 72 миллиарда евро бабахнули в эти файзеровские вакцины, вот в следующий раз будет еще лучше. Мы найдем такое место для ваших денег, что вы гордиться будете, что их у вас отняли. Вот, но еще раз, то есть, войны, захватнические, какие угодно, мировые, они начинаются, когда не хватает рынка, когда не хватает денег. Вот то, что сейчас они нашли, эти деньги, они нашли, кого ограбить. Они ограбят своих рабов. Они будут уже в курсе. Они свои деньги спасут. Они найдут этот способ. Вот. А со всех остальных состригут, сколько смогут. И ведь это надолго. 35 триллионов, это, извините, это больше, чем государственный долг Соединенных Штатов. У них 33. 33. А тут 35. Я думаю, этого должно хватить для того, чтобы баланс поддерживать, ну, как минимум, на 6-10 лет. Вот. Так что, я лично увидел в этом позитив. Это дает надежду на то, что, ну, вот, вместо того, чтобы драться, вот, они нашли в песочнице себе новое какое-то занятие. и не будут там в соседнего малыша песочком бросаться, а будут строить какой-нибудь песочный замок очередной. Вероятно, позитив можно искать тогда все больше и больше в такого характера. Я, может быть, неправильную стилистику выбрал и так далее, но я действительно вижу в этом позитив. Потому что, когда пальцы на дне, а там ни одной монетки нет, когда кругом ходят озверевшие люди, которые не понимают, как же так получается. Вам 20 лет объясняли, что вы идете все к лучшему и к лучшему, и вдруг вы внезапно, буквально, в несколько месяцев, в пару лет оказываетесь на самом настоящем дне, вот, чтобы их как-то утихомирить, их как-то успокоить, от них можно или избавиться, направив их патриотическими песнями убивать друг друга, или им надо как-то каким-то образом заплатить. И если у вас рынок сужается, промышленность, все, банковская сфера переходит в чужие руки, у кого-то надо что-то отобрать. причем в масштабах несоизмеримо больших, чем, например, ну, что такое там у России забрать там их деньги? Там всего 300 миллиардов, это один процент, меньше одного процента того, что вы теоретически можете использовать. Вот, так что плохое здесь то, что за 30 лет независимости Эстонии у нас средний вклад 8 тысяч евро на человека, хотя в Европе вместе с нами, кстати, 80 тысяч. Вот, ну, видимо, как там говорят, чтобы у вас был такой газон, как у англичан был Доня, значит, ну, там секрет очень простой, надо 200 лет каждый день стричь вот эту траву. Ну, подождите еще 200 лет и тоже в склады будут, вклады будут такие же, в 10 раз больше и так далее. Вот, так что хорошие новости к нам приходят, жаль, что не из Эстонии, а из-за рубежа, но Франция нам тоже близка, там все Д'Артаньяны и Портосы, вот, мы их любим, ценим, вот, вам спасибо за то, что вы слушали. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok